итак доброго времени суток друзья приветствую всех на канале rzon game на своем стриме я начал было играть в игру snow runner в общем то хочу продолжить эту практику но уже не в режиме стрима а просто геймплейном так сказать режиме на стриме я начал строить буровую но уперся в то кстати вот она уперся в то что неправильно начал делать еще на стриме я понял вопрос о том что нет интуитивности у этой игры абсолютно нет интуитивности вот сейчас я смотрю на новую на новое задание новый контракт его и хочу взять не знаю насколько это правильно но вот то задание которое делал на стриме оказалось что его нужно было делать строгом соответствии с этой надписью то есть если здесь написано кирпичи деревянные доски топлива то вот именно в этом порядке и надо завозить потому что я сначала сюда завез на вот эту вот буровую установку сначала привез строительную площадку и и это задание не приняло пришлось ехать на другую локацию и ввести сюда буровую установку после этого площадку опять не приняла но зато когда я перезашел в игру первым делом что я увидел как построилась вот это вот штуковина то есть надо было перезайти игра не не восприняла это все как положено потому что я делал сегодня по порядку ну не считая что это уж очень правильно на со стороны разработчиков так делать ну вот такая вот игра очень факт то что все-таки на стриме начал но за кадром так сказать уже помимо стрима и помимо от этой записи я все-таки построил эту буровую хрень теперь беру следующее задание и буду выполнять его так ферма у смитвиловской плотины отчаянно нуждается в строительных материалов для ремонта и топливей для генератора дорогу к нам размыло так что будьте осторожны эта ферма насколько я могу понять находится на другой локации да вот смитвиловская дамба потому что мы нажимаем мы смотрим где мы берем кирпич мы нажимаем смотрим где мы берем доски а вот когда нажимаем на топливо почему-то загорается от это значит топливо надо решать будет на следующей локации как там это будет выполнено бог его знает скорее всего это будет валяться цистерна может быть надо свою цистерну покупать и вести туда топливо вот это вот совсем не понятно опять в этой игре было здесь одно задание с топливом я нашел цистерну с топливом привез а оказывается не то ну в общем такое себе вот не хватает интуитивности но я думаю что по ходу того как я буду играть я в этом деле разберусь все-таки свою надо будет покупать цистерну или все-таки она где-то там на той локации валяется ее просто надо доставить непонятно было бы неплохо если бы как-то в скобочках или ну как-то было какое-то уточнение что ли где мне взять там например забрать на такой-то локации или там привести в своей цистерне бог его знает просто у меня свои цистерны нету а здесь по карте разбросаны цистерны есть цистерны которые валяются может быть даже я ее уже куда-то увез да и по-моему а да одну из цистерн я увез на ту локацию как раз начать заново следить так ну что значит начать за чтобы начать сначала перейдите к тиловской дамбе ну что ж значит переходим туда на на следующую локацию будем начинать уже оттуда но вот прежде чем попасть на другую локацию надо подготовиться на этой по заданию нам нужно доски и кирпичи доски мы вот здесь вот сейчас мы туда подъезжаем тут такой есть городишко вот недалеко от этого городишки и можно загрузиться доской сразу же приготовлю доски но они в любом случае нужно если даже с этим заданием у меня сейчас опять что-то не получится то доски в любом случае нужны воду у меня уже есть заготовки на базе я находил прицепы и заранее их грузил всякими досками там запчастями какими-то правда так они еще до сих пор и не потребовались так стоят загруженные у меня несколько прицепов на базе ну а сейчас попробуем сразу загрузиться нам нужно два комплекта досок два полета или как они тут пачками такими общем поэтому сейчас сразу загружу и оставлю эту машину здесь потому что все равно потом в дальнейшем надо бы еще за кирпичом ехать а кирпич вообще в другом углу этой карты ну понятно дело что раскидали это специально чтобы каким-то образом озадачить игрока в этом плохого ничего я не вижу но вот времени я вам скажу эта игра убивает по огромное количество на данный момент мне пришлось мало того что проехать уже пол карты с того места где мы где я начинал где у меня стояла эта машина заехать на заправку потому что я еще и на стриме говорил тут конечно с топливом перестарались разработчики топлива всегда не хватает заправок очень мало нужно свою машину какую-то модернизировать под топливозаправщик ну в общем такое себе я уже тут начал фантазировать так пользоваться наверное мы все-таки условиями игры не багами ничем просто в общем тут есть канистры не канистры цистерны так вот я ее привез и поставил посреди карты от нее можно заправляться вот она у меня состоит примерно посреди карты чтобы как вместо заправки ну и вот наконец таки добрался и вот как то видите еще стоит прицеп с досками уже загруженный мы тоже наверное по заданию будет нужен но сейчас попробуем загрузиться досками так нам нужно два комплекта берем первый комплект и второй комплект и у нас еще остается место под кирпичи потому что нам нужно будет по заданию вот по этому заданию нам нужны будут кирпичи два комплекта и дерево дерево мы сейчас забрали за топливом надо ехать на другую локацию не знаю насколько там разберусь я но по-моему эту цистерну я же туда и отвез потому что уже было такое задание которое пытался взять но его опять же таки не приняла эта ферма то может быть вот сейчас как раз там и стоит этот цистерна как я и говорил в этой игре надо вот вести так как написано скорее всего потому что я уже что-то помню я занимался этим топливом в этой игре и по моему этот канистр который я туда отвез на ту локацию по моему там вот она сейчас и стоит так ну ладно доской мы загрузили сейчас машину я оставлю где мы здесь в этом городишке потому что потом мне надо будет ехать аж на другой конец вот этой вот локации за кирпичом там очень сложная дорога очень непроходимая но в принципе эта машина читерская она из дополнения поэтому она лазит везде если мне удастся проскочить через базу то наверное на базе я еще и смогу на нее поставить какие-нибудь более-менее проходимые колеса и тогда она вообще станет танком я еще на стриме говорил что ну все-таки вот у этой машинки читерские характеристики она стоковая я с ней ничего не делал не менял ни движку ничего вот она какая досталась с дополнением такая она есть она лазит везде вторая машина у меня там я уже ее немножко прокачал там поставил проходимые колеса но она даже на проходимых колесах не может сравниться вот с этой вот это вот к тому что все-таки наверное ну на мой взгляд все-таки это не очень честно когда в дополнениях за более высокую оплату игроку предлагается вот такая вот читерская механика игры а тот кто не купил полное издание с длс-шки там со всеми этими раскрасками вот этими дополнительными машинами ну те на стоковых машинах сейчас парится а я вам скажу что на стоковых машинах я попробовал здесь поездить я их всех сразу к черту продал они вообще не ездят поэтому вот таскаю сейчас вот на этой машине это как видите лезет везде с прицепом по грязи но в дальнейшем еще наверное посмотрим как она лазит конкретной слякоти хотя по характеристикам это резина не должна лазить по такому дерьмо по которому эта машина лазит вот где-то здесь эту машину я наверное оставлю поставим ее на ручничок заглушен двигатель потому что топливо здесь как видите херачит но просто просто до безобразия некрасиво так делать страны разработчиков заправок мало топлива херачит ну просто до невозможности ну ладно что ж переходим на другую машину ну и вот мы переходим на другую локацию по условиям этого задания нам сказано что мы должны быть на этой локации так мы на этой локации теперь нажимаем вы уверен что хотите да заново не знаю почему заново хорошо теперь смотрим топливо и что это обозначает топливо вот здесь азс но я понял что азс а мне топлива это как надо самому заправлять в свою цистерну буровая площадка что вот это все такое что тут обозначает буровая площадка так здесь разгрузится вот эта ферма здесь нам надо разгрузиться что за почему-то это горит бортовой полуприцеп здесь на что буровая площадка еще на стриме говорил что ну как какая-то она не интуитивная вообще эта игра вот что мне надо сейчас делать ты не понимаю вот если честно мне нужно купить цистерну и заправить ее а почему два раза что такое топливо на два вот вообще вот что у меня с первым заданием которое делал непонимание сплошное что сейчас я не понимаю зачем эти стрелочки загорелись вот это что-то горит прицепа мне надо именно вот на этих прицепах это что такое кстати склад в общем то задание мы взяли надо приступать к этому заданию машинку на эту локацию я уже перегнал стой локации поэтому надо просто ехать на слава богу что на этой же базе продаются прицепы у меня две машины с разными прицепами с разными вернее седлами вот это седло высокая на той машине стояла низкое седло сейчас попробуем купить цистерну не знаю насколько у нас это сейчас получится но попробуем и так цистерна есть например вот такая но это прицеп а нам нужно полуприцеп если такое существует здесь вообще вот топливная цистерна вот такая ага теперь мне нужно низкое седло хорошо а под высокое седло есть так а под высокое седло нету есть всякая хренатень а цистерны под высокое седло нету то есть мне нужно сейчас менять седло вот в общем то и все седло заменили если просто в этом смысл вот знать бы правильно я делаю неправильно сейчас возьмем эту цистерну и будем пробовать ее вести туда на ферму будет смешно если вот как с этой с платформы со строительной у меня получилось задание то я взял оказывается надо было все по порядку делать и поэтому у меня но не сразу засчиталась в общем там вся миссия была у меня как-то через задницу выполнена будет смешно если сейчас то же самое мне получится потому что действительно не знаю может быть сначала надо доставить кирпич и доску а потом уже топливо а может быть надо где-то его подобрать это топливо а вот такой цистерны хватит или нет или наоборот слишком много сейчас скажет слишком много напишет например бог его знает вот едешь и не знаешь что надо кстати вот здесь есть такая фишка интересная когда берешь задание связанная с погрузкой там пишется что нужно иметь автомобиль снаряженный краном а почему вот про цистерны также не пишется какая должна быть цистерна если я сейчас не то делаю надеюсь что то в общем то сейчас доедем тут слава богу недалеко до заправки заправимся и там уже будет в общем то видно очень хочется надеяться что делаю все правильно игра интересная не хочется больше уделять ей времени потому что ну действительно интересно она такая я бы сказал уникальная да но сколько еще можете назвать игр похожих вот на эту да наверное нисколько когда-то была еще игрушка оффроуд 4 на 4 по моему она называлась но она в общем то даже и близко не стояла вот с этой игрой потому что там просто надо было по грязи ездить на разных грузовиках кстати там на грузовиках извиняюсь на разных внедорожниках там был и наш кстати по моему уазик там был в этой игре хотя игрушка не наша вот это в общем то все что я могу сейчас вспомнить связаны вот с такой вот отраслью в игровой индустрии это игра действительно уникальная и так заправляем что такое что опять не так топливная цистерна полуприцеп что она полная что ли на полная но машине не хватает двух литров это я пока сейчас стоял так она полная зря сюда ехал блин фига себе вот вот опять как вот я об этом должен был догадаться надо было вот таким вот образом проверять полная она или нет как-то ну не особо логично да что вы покупаете цистерну она уже полная ну ладно что же возвращаемся тем же маршрутом бог с ним вот то что я не посмотрел конечно плохо а еще я по весу не могу понять то есть как бы машина вот как ехала как будто из пустой едешь так и она и едет в общем тут в этом плане тоже такая физика нет не могу сказать что физика плохая но вот как-то но не особо понятно по машине она не особо просевшие бог его знает тут оказывается она целая блин ну ладно зря покатился конечно по карте возвращаемся тогда на ту же асфальтированную дорогу и едем ближе к ферме заранее здесь подготовил себе завал расчистил чтобы было попроще ездить поэтому слава богу что заранее это сделал на самом деле потому что кончается у нас асфальтированный кусочек этой дорожки и сейчас к самой ферме будет вести ну жесткая дорога конечно жесткая если вот смотреть и сравнивать две машины у меня две машинки вот это но вообще три но одна стоковая абсолютно она вообще не ездит хотя и мощная вот вот эту машинку я поставил на нее нормальные колесики и вот так которая идет с дополнением так вот так которая идет с дополнением лазить здесь вообще без разницы какие у нее колеса чего я на нее здесь цистерну возил замечательно лазит сейчас как раз будет хорошая проверка для этой машины пока еще дорога более-менее но вот сейчас к самой ферме вот туда направо будет конечно полная жесть на уазике я здесь проскакивал на ура но вот эта машинка как пойдет сейчас посмотрим надо переходить на другой вид потому что из кабины конечно я люблю ездить но здесь немножко не про то дорога из кабины будет печально все видно но как видите одна вода практически хотя по грязи это резина не самое лучшее давай 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 можно наверно переходить на полный привод просто я вот боюсь что смог если я сейчас застряну смогу ли я ее вытащить через лебедку потому что дну деревьев здесь во первых очень мало надо было наверно правее держаться и во вторых они очень жиденькие деревья видите специально по левой части накидали камней чтобы не хитрили и не объезжали лужу можно по камням здесь вообще тяжело ехать это сделано специально нет кстати машинка это хорошо прет хорошо дорогах не самая говнянская какая здесь есть в игре потом если дойдет до того как я поеду за кирпичом там будет совсем убогая дорога и лужи и слякать и чего там только нету вот там будет совсем печально ехать но там мы поедем на той читерской машинке поэтому я думаю что она то там справится я очень хочу попробовать поставить на нее какую-нибудь мощную резину вот только я хотел похвалить камеру и она начинает ну надо сказать что камера в этой игре хорошая по сравнению с модранером и с пентайрсом конечно камера просто шикарная ну и вот ну и вот у меня дежавю серьезно вот я опять привез цистерну вот цистерна вот точка разгрузки и опять не принимается груз ничего серьезного надо прямо прямо вот по списку по списку я привез топливом но стрелка так и горит сюда вот мы например карту отведем до дерево и кирпич можно брать здесь кстати это даже проще потому что здесь база гораздо удобней наверное отсюда мы и заберем в дальнейшем кирпич потому что по этой дороге проехать гораздо проще чем на той локации тащиться за ним но дерево мы уже забрали поэтому а что с топливом то вот но я так и не понимаю вот что мне стоплю что вот это обозначает блин вот что что мне надо сделать или можете может сначала вот этот две позиции надо привести потом только топлива как это было с буровой ну давайте пробовать тогда сначала привести кирпичи и дерево и может быть тогда как и в случае у меня с буровой может тогда сработает и она примет ну других вариантов у меня нет туда оставляем цистерну здесь раз я просто поровнее поставлю чтобы потом когда я привезу сюда кирпичи доски она не особо нам мешало но если это не то то я пойду просто застрелюсь нафиг ну и вот наша машинка вторая уже которую я здесь заблаговременно оставил и теперь начинаю переживать уже по другому поводу добраться до следующей локации мы сейчас доберемся быстро в общем то здесь практически постоянно едешь по асфальту я теперь переживаю а вот я загрузился деревом на этой локации а сейчас мне не примет и потому что на той локации тоже есть вот это вот последовательность меня немножко напрягает место для второго для двух кирпичей у меня есть кирпич лучше получать на той локации потому что здесь слишком далеко за ним ехать и как я говорил дорога там печально но вот не не сразу не сыграла бы со мной злую шутку то что я дерево получил на этой локации а стрелочки горят и на той локации ну и вот мы уже на следующей локации сметвиловская дамба здесь же находится это и ферма сейчас быстренько проложу маршрут как там надо двигаться за кирпичом ну и в общем то будем пробовать очень надеюсь что все получится хорошо еще то что здесь тоже практически постоянно едешь по асфальту в отличие от предыдущей локации на которой чуть не собрался ехать за кирпичом здесь гораздо это удобней лишь бы только это все засчиталось из-за чего я еще расскажу переживаю очень сильно действительно если такая зависимость в последовательности это глупость это реально глупость но если я привез не ту цистерну то я вообще не знаю тогда что мне делать на стриме у меня один в один получила ситуация но слава богу она разрешилась я просто довез туда буровую установку сделал какую-то манипуляцию по поводу того что перепрыгнул в одну машину потом перепрыгнул в другую еще и пошла анимация в общем то может быть если бы я подъехал и зацепил цистерну то есть не цистерну а там была строительная площадка то она бы сработала сейчас посмотрим в общем то и очень хорошо что я первым делом когда зашел вот на эту вот локацию я вот этот завал быстренько расчистил но как быстренько тут пришлось тоже поездить привозить сюда материалы но это было не так сложно и теперь я рад потому что до этого приходилось объезжать по-другому и асфальт был перекрыт вообще если играешь в эту игру то первым делом нужно ехать на на уазике ну или какая-то машинка есть и расчищать карту открывать карту доставать открывать все какие есть машинки на этой карте я например их открываю и сразу же продаю потому что у меня есть машина вот это вот и уазик из дополнения поэтому все остальные я просто открываю и нафиг сразу же их продаю таким образом вы наберете себе очков которые здесь очень важно на самом деле очень важны потому что все завязано на этих сраных очках опыта и уже потом надо приступать к вот этим вот контрактам может быть даже я достаточно рано начал выполнять эти контракты но еще очень хочется посмотреть как сейчас вот в этой грязи поведет себя вот эта читерская машинка так как вы видели пробралась без единого зацепа лебедкой если и это пойдет также без единого зацепа лебедкой то это я вам скажу ну совсем нечестно да я и так и знаю что эта машина хотя на стоковых колесах но ей характеристики прописаны но просто зашкварные я уже открыл здесь интернешнл бескапотник но он вот на такой вот резине он примерно такого же размера на такой же резине он не едет нигде вообще и сразу же везде застревает это зараза ползет везде вообще это целая отдельная история о том как игры современные игры начинают выкачивать из людей денежки ну и понятно что хочется продавать игру дороже и дороже все мы люди все мы хотим зарабатывать ну вот на какие-то неправильные рельсы стали разработчики игр сейчас такая тенденция практически во всех играх сначала тебе предлагают одно издание потом докупить еще одно и так яркий представитель еще арма семь лет назад выпустили игру и до сих пор хреначат к ней дополнение посмотрите какие виды туда дамба надо сказать красиво это красиво гораздо цветнее и ярче эта игра чем ее предшественники модранеры спинтаерс это конечно красивее но все равно есть какая-то вот такая размыленность что ли и мне не нравится как работа фар выполнена в этой игре то даже не работа фар так а я к тем не менее приехал уже да так база чуть дальше это у нас здесь прицепы продаются да нам чуть дальше надо вот там где горит иконочка желтенькая и наверное мы здесь повернем вот чем удобнее без капотник так это машинка меньше гораздо почему гораздо меньше становится за счет того что нет капота и поворот выполнить гораздо проще ну и все нам осталось чуть-чуть и сейчас будет как бы решающий момент во первых по месяц или но я уверен что по месяц и еще два вот этих палета кирпича в этом-то я особо не сомневаюсь а вот засчитается ли нам после этого задания тут у меня есть ряд сомнений и так нам нужен кирпич а вот и кирпич как раз грузим раз грузим два а третий интерес по месяц не не буду рисковать разворачиваться вот на этой шалабуде конечно тоже то та еще задачка ну и вот наконец-то выехали но все теперь сейчас выезжаем на асфальт и все сразу до фермы ну вот в общем то преодолел я за кадром это расстояние по асфальту и вот мы уже у той самой фермы не знаю что сейчас получится у меня серьезно не знаю вообще как я уже сказал неоднократно машинка читерская сейчас посмотрим пока прет пока прет хорошо у нее постоянный полный привод давай 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 вылезла вылезла зараза иду по тому же маршруту как я ехал вот на той машине которая у нас стоит там с цистерной ровно потому же вот я говорил что слева камешки лежат вы посмотрите как она прет а ведь резина то у нее стоковая и вообще машина но вот если братья из реальности до сравнивать то машина с такой резиной но не пройдет никогда причем даже не воду она вот в этой траве встанет такой вес на гладкую шоссейную резину это жесть но вот как я сказал машина читерская из дополнения это нечестно вот я скажу нечестно те кто не купили дополнение сейчас я представляю как мучаются потому что все стоковые машины они вот на такой резине и первая резина нормально откроется у вас совсем не скоро нечестно это все-таки нечестно ладно когда какие-то косметические фишки предлагают но когда вот так вот такая разница между машинами это уже конечно совсем неправильно вот загорелась табличка управление грузом а с канистрой с цистерной у нас такого не было давайте разгружаться так сдаем сдаем а топлива как видите зависла так хорошо делаем ход конем правда коня у меня нету но будем делать ход именно им отцепляем этот прицеп и так как у меня у этой машины тоже низкое седло сейчас прицепим ту цистерну и посмотрим сыграет ли это или нет если нет то ну все действительно я не знаю что с кем делать так встали по моему нормально прицепить нету не принимает ни в какую я не знаю что мне сюда надо вести то цистерна с топливом что надо то еще я не понимаю в большая слишком что не то полуприцеп нужен или прицеп нужен или что надо то вот тут серьезно что мне надо то я не понимаю что мне надо сделать для этого и так друзья вот оказалось чем дело то чтобы доставить туда топлива на эту ферму нужен бортовой грузовик и вот эта точка загрузки блин как я должен был об этом догадаться хрен его знает я уже на самом деле просто так сюда приехал от безысходности взял у меня единственный такой бортовой грузовичок как видите стоковый он я его откопал на какой-то локации весь транспорт я продал я уже об этом говорил а этого оставил мне просто нравится без капотник поэтому я жду когда у меня откроются модификации и я его начну потихоньку наворачивать поставлю на него полный привод там и тому подобное но вот как я должен был понять то вот это я я ведь уже съездил взял маленькую цистерну привез туда сейчас увидите на ферму маленькую цистерну и уже думаю ну может быть надо на бортовом грузиться и действительно вот на бортовой машине и только вот на бортовой машине получилось загрузиться ну блин надо как какие-то метки ставить и пояснения но как понять то блин я пытался как-то более-менее логически рассуждать да если нужно топлива на всю зиму значит надо много должна быть большая цистерна оказывается вот как надо или вот эту точку загрузки переносить например на базу снабжения здесь есть такая и грузиться там ну или ставить значки обозначающий какая машина туда нужна ох кстати бак бамс ветка висела прямо в воздухе вот здесь вот напротив каждого задания должна быть тогда машинка нарисована какая машинка нужна под это там например бортовой да или платформа здесь тоже самое бортовой платформа ну а здесь значит не цистерна если нужно цистерна то надо нарисовать машину цистерной или вы прицепом цистерной Или тоже нарисовать бортовик, чтобы было понятно Вот как на АЗС заправляются цистерны Ну вот как так-то, блин Вот я не зря начал с того, что в игре не хватает интуитивности Ну вот как ты нафиг догадаешься до этого, а? Оказывается, надо бочками получать Вот, наверное, вот эти вот кружочки-то, это бочка нарисована О, ну короче, жесть, вон опять, кстати, ветка валяется Еще раз скажу, что не зря я начал и стрим свой, и вот это видео Что, ну, не хватает интуитивности в игре Да, наверное, если посидеть в этой игре там часами, да не часами, даже а днями И разобраться вот так вот на своих ошибках, поучиться То, наверное, под конец игры все будет понятно И будешь думать, господи, да как же я так в самом начале тупил-то Ведь все же и так понятно Но так как я мало уделяю этой игре времени А очень хочется действительно в ней поковыряться Ну интересно, мне нравится вот такой жанр игр Открытый мир Вот единственное, что мне не хватает, это еще, чтобы можно было выходить из машины Но тоже не хватает Но вот я так подумал, что Ну а если бы добавили разработчики такую возможность, да, выходить из машины Ну и куда ты выйдешь По колено в грязь В общем-то, нету и смысла здесь на самом деле выходить из машины Ну, наверное, это было бы как-нибудь прикольно, если как-нибудь подумать Так вот, если уделять этой игре много времени То потом будешь оборачиваться назад и думать, господи, ты раньше в самом начале игры удивлялся таким вещам И тупил, блин, над такими понятными вещами Но сейчас я реально туплю Ну, мне не хватает Обычной интуитивности в этой игре Вот, ну не хватает Мне надо больше значков, больше разъяснений, потому что действительно непонятно Вот мне самая последняя в голову пришла вот эта идея Поехать попробовать на вот этом грузовике Причем он у меня не прокачанный Поэтому я сейчас горя хапну вот в этом месте Но в луже мне сейчас придется самого себя вытаскивать Потому что я точно там не проеду Имеется в виду вот это место В которое я, ну, я, конечно, полезу туда, потому что у меня нету больше бортовой машины Сейчас я сюда нырну Но я думаю, сейчас мне придется отсюда выковырить Кстати, смотрите, как магнитола сделан, да, это старый американский интернешнл Магнитолка сделана, все выведено вот сюда вот На капот машины Вот этот вот капот у нее в кабине У этой машины у меня нету ни полного привода, ничего Ну вот и все Вот я и сел Это вот, помните, я говорил, когда мы здесь ехали на той читерской машинке Что, да, на стоковых колесах здесь любая бы машина села Ну вот, пожалуйста Сейчас мы поедем сюда на читерской машине Не, наверное, не на читерской, на другой поедем А читерская здесь с полуприцепом спокойненько прошла Ну попробуем лебедкой цепануться Ну, это, конечно, не вариант вообще Тащить ее лебедкой Еще сейчас перевернемся Нет, она вот пока лебедка тащит, он едет А как только лебедку отпускаю, все Езда прекратилась Надо брать другую машину И тащить Потому что так это не езда, конечно Ну и вот, я уже подъезжаю на другой машинке Которая у меня здесь же стояла Вот, на которой я цистерну туда привозил по очереди, блин, дурачок А оказалось, все вот так вот банально Надо было, блин, просто взять бортовой грузовик Ну да Да Я думаю, что когда я дойду уже до последних миссий Там до Аляски И очень хочу по России еще покататься Потрачу на эту игру больше времени Я потом сам буду удивляться Как же я мог не догадаться Вот, взять бортовую машину И поехать на бортовой машине на заправку Но вот сегодня, вот в этой серии Я вот тупил как только мог Ну что ж Будем пробовать ее сейчас отсюда выкаревывать Так Цепляем ее Вот таким вот образом Ну что, пробуем Вот, достаточно легко пошла Прям как будто бы и нет у меня ничего на хвосте Но это потому, что еще та машинка сама помогает Кстати, вот эта грамотная механика Мне она нравилась еще и в спинтайресе Когда ты вот цепляешь машину И типа того, что в той машине есть водитель Он тебе помогает Это действительно здорово Еще бы вот, ну, там бы моделька Человечка была Было бы вообще замечательно Хотя, в общем-то, это уже придирки С полуприцепом 20 тонн сюда приехал нормально А какую-то сраненькую машинку за собой Протащить не сможем, что ли Кстати, эта задняя машинка-то Все тонет там чего-то Но она у меня не прокачана Хотя у нее вот шноркель Высоко задран Вот я ее оставил Вот эта вот передняя, которая тянет машина Это капотный интернешнл А тот сзади, это бескапотный интернешнл В общем-то, обе старые американские развалюхи Вот так вот я шарахнул Если только вот таким вот окольными путями Сейчас я его до туда тащу Я там оставил и прицеп, блин И цистерну здоровую там оставил Нет, цистерну я убрал Уже сам забыл А вот этот прицепчик-то у меня здесь стоит И вот сейчас будет сложный момент Потому что, ну, как бы, вот Если я сейчас здесь отцеплю его Он не проедет даже метра Даже этот-то он тонет Скорее всего, мне сейчас придется его сюда затащить Здесь пересесть в ту машину И тогда, наверное, мне засчитается это Управление грузом уже? Ум, сори А что, вот так можно, что-то? Ну-ка Блин То есть мне даже не надо пересаживаться в ту машину Я этой машиной дотащил в ту машину И мне это засчиталось Прикольно Прикольно, блин А я вот этого не знал, на самом деле Я думал, мне сейчас придется пересаживаться Отцепить надо его, кстати Ну, а отсюда я их всех просто эвакуирую Ну, почти всех Потому что одному придется оставить Мне отсюда надо теперь и цистерну вывозить И прицепы вывозить Тоже такая вот Двоякая ситуация Машины я могу в гараж Эвакуировать А прицепы хрен Никак Ну ладно, что ж Буду заканчивать эту серию Так вот у меня получилось потупить в этой игре Но я все-таки потрачу больше времени на нее Еще поиграю Поковыряюсь Мне она очень нравится Ну, к сожалению, да Ну, вот я туплю Может, я единственный такой Но мне действительно не хватает Каких-то разъяснений Каких-то более детализированного задания Чтобы было понятно Если задание на такой-то машинке Ну, нарисуйте вы эту машинку, что ли? Вот это надо же Я сейчас вот эту цистерну сюда притащил Попробовал маленькую цистерну притащить И в конце уже от отчаяния я взял бортовик А вот, ну, исходя из логических соображений Ну, я бы на бортовике Даже мне в голову бы не пришло Это уже просто от безысходности Я этим занялся Ну, теперь-то я уже начинаю понимать Что вот эти вот кружочки Это бочки, значит, нарисованы-то Хотя, как понять-то И откуда я мог знать Что там можно грузиться бочками Логично же, да Что надо доставить топливо Берешь цистерну, тем более, что они продаются Еще нескольких видов А еще есть маленький прицеп А еще есть багажник сверху А вот про бочки я даже и слыхом не слыхивал До этого момента Вот такая вот у меня получилась ситуация И такая серия Ну, ладно, что ж Потупил я изрядно в этой серии Но надеюсь, что в дальнейшем я еще поковыряюсь Погоняю на этой машинке Может быть, что-нибудь позаписываю Но я разберусь в ней до конца, зараза Вот зацепила меня эта игра И даже вот эти вот трудности Наоборот, как-то больше добавляют азарта Хочется еще разобраться Еще с какими-то трудностями Здесь сцепиться в этой игре Поэтому вот такая вот у меня получилась серия Ладно, спасибо всем, кто посмотрел Всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!